О, Хариво, Харепришна. Хариво, Харепришна. Я могу сказать, что Харепришна. Я могу сказать, что сегодня мы очень-очень рады. Мы здесь собираемся, что мы слушаем Харикатан и Харикита. Я могу сказать, что мы здесь все вместе собрались. Для чего? Да, в нашем срипторе, Беда, это говорит, что Брахмада, Брахмите, Кои Бхаги Ванжи, Гурю, Хришна, Прасады, Бхати Латаби. Вы можете попробовать объяснить, что это значит. Вы можете постараться и сказать. Потому что Брахмада, Брахмите, Кои Бхаги Ванжи. Брахмада, Брахмите, Кои Бхаги Ванжи, Бхагаванжи, Гуру Кришна, Прасады Пай, Бхакти Латабича. Веды говорят о том, что в этом мире так много живых существ. В самых разных формах и в самых разных телах. Мы, например, растения, собаки, кошки, птицы. Это все живые существа. Этот мир просто заполнен живыми существами. Каждая бактерия – это живое существо. Представляете, сколько живых существ в этом мире? Но у всех их разные возможности. Кому-то повезло сейчас больше, а кому-то повезло меньше. Как же определить, кто самый удачливый из всех? И вот тут веды говорят, Кои Бхаги Ванжи. А он говорит, что вот это самые удачливые сейчас и те, которых человеческие тела. Вот это самые удачливые. Нам гораздо больше повезло, чем тем личностям, которые находятся в телах собак и кошек, в телах гусей и уток. Нам повезло гораздо больше. У нас очень-очень замечательное положение. У нас такое замечательное тело с такими колоссальными возможностями. При этом мы можем заниматься даже йогой. Йога обозначает что? Соединять. Соединяться с Высшим. И Махара сейчас объяснил о том, что сегодня нам повезло. Недостаточно просто иметь человеческое тело. Посмотрите, сколько в Москве людей. Посмотрите, ведь все бегут куда-то. Все бегут решать свои проблемы. Все бегут для того, чтобы стать счастливыми. У кого-то получается, у кого-то не получается. Но всем охота стать счастливым и решить свои проблемы. Точнее, каждый думает, решающий свои проблемы, вот тогда для меня наконец-то наступит белая полоса в моей жизни. Мы тоже смотрим на свою жизнь и думаем, вот у нас черная сейчас полоса. Когда же наступит белая полоса? Из-за этого мы идем к астрологам, или из-за этого мы спрашиваем у других людей. Я так говорю, лучше всего спрашивать у учителя. У учителя, у которого всегда белая полоса. У него черных полос не бывает. Можно научиться жить, когда у тебя только белая полоса. Нужно только разобраться, что такое белая полоса, и что такое полоса черная. Когда мы в полном невежестве, вообще не знаем, что в моей жизни, чего мне нужно, что для меня хорошо, что для меня плохо, это значит, что у меня сейчас черная полоса. Я просто абсолютно слепой. Я не знаю, что мне нужно, я не знаю, как мне строить взаимоотношения, с кем мне нужно строить взаимоотношения, что я хочу в результате этих взаимоотношений. И нам нужна белая полоса. Что означает белая полоса? Белая полоса это когда у нас есть знание или видение. И тогда у нас будет гораздо меньше проблем даже в нашей повседневной жизни. Итак, вот это удивительное изречение из Вет Кой Баги Банджи говорит о том, что и только единицы из миллионов тех, кому повезло родиться людьми, могут соприкоснуться с ведическим знанием. И начать свою белую полосу. Кой Баги Банджи? Тех, на кого, когда человек... Каким образом мы можем соприкоснуться с ведическим знанием? Недостаточно читать книги самому? Недостаточно смотреть сериалы про Махадева или про Махабарату? Недостаточно. Там в этом стихе говорится Гуру Кришну Прасады Пай. Нужно идти Гуру, который знает суть этих писаний. Без этого мы не поймем. Мы можем сколько угодно читать книги, но пока мы не встретим перед собой личность, являющаяся собой живое воплощение этих писаний, который живет и который видит среди их писаний, который осознал себя, осознал свои взаимоотношения с Кришной, и вся его жизнь превратилась в Баджат. Вот это... Вот от такого человека нам нужно изучать в ведические писания. И только тогда у нас начнется... Потому что в писаниях там все говорится только на наших благах. Для нашего блага ничего больше. А никогда ничего нам плохого не посоветуют. Даже если вначале нам кажется, ну что это просто какая-то теория. И вообще, зачем? Меня иногда спрашивают. Ты все время следуешь шастрам? А для кого они написаны? Это для нашей помощи написано. Чтобы в нашей жизни разобраться. Чтобы у нас наступила белая полоса. Так вот, сегодня очень удачливый день. Сегодня мы услышим о том, как в нашей жизни начать белую полосу. Если мы последуем потом этому знанию. Сейчас мы спрашиваем. Как вы спросите, как вы можете обратиться к этим человеком? Да. Вы можете посетить некоторые девочки, которые обратиться к этому. То, как говорит, это Кали-Йога, это Dr. vårд. Он сказал, что на Кали-Йоге, он не может делать астерика. И с Атт-Йога не может быть астерика, и не делать никакого заставки, не делать. Вы не могутогорчаться, но мы не можем отчаять. Это очень сложный процесс. То есть, чтобы ответить к тем нечу. Итак, как же обрести это знание, как обрести Абсолютную Истину, как обрести Верховную Личность, которая является Абсолютной Истиной. Для этого существуют разные процессы, и они все даются в разные нына, в разные эпохи. Раньше были эпохи, в которых занимались люди медитацией. Для того, чтобы познать эту Абсолютную Истину, для этого должен совершать долл, очень много аскет заниматься подвижничеством. Для этого в другие эпохи давались огненные жертвоприношения, от них мы тоже сейчас читаем только в книжках. В другие эпохи, для того, чтобы познать это знание, действительно познать, чтобы это стала не теория, а практика, для этого проводились большие, грандиозные, царского уровня поклонения в храмах. Мы это тоже сейчас не можем, у нас даже канделябры из пластика вон стоят. Для нашей эпохи, с учетом того, что мы все очень бедные, нищие, и в материальном смысле, и в духовном смысле, глупые, беспомощные, слепые и никчемные, поэтому Господь из милости подарил нам самый простой способ, просто повторять мантру губами, Ари Кришна Маха мантру, и можно достичь все то, что прежде люди делали через медитацию, через огненное жертвоприношение и арчину. Нужна просто вера. Доказательства тоже придут. В чем важность этой мантры, эта мантра состоит из имен, это абсолютная истинная. Насколько важно знать его имя. Например, я приехала сейчас в Москву таким образом. Я первое, я узнал имя того, кто приглашает. И потом уже узнаю дальше о том, что этот человек живет в Москве, этот человек организует билеты, предъезжает. Но все начиналось с имени, с имени. Взаимоотношения строятся благодаря имени, всего можно добиться через имя. Поэтому эта мантра, она самая могущественная, она состоит из имен, это абсолютная истинная. Например, our name and I am, they are different, but S.B. Bhagavadadu is telling, нам, чинтамани, Krishna, telling Lord's name and Lord, they are not different, they are the same. And if this Lord's name is not in everything, telling нам, чинтамани, чинтамани, what you can want, you can fulfill your whole desire, this Holy Name. У нас тоже есть имя Светлана, Ольга, Василиса и т.д. Вот это имя существует только до той поры, пока есть это тело. Когда это тело умирает, от этого имени тоже ничего не остается. Оно уже не будет являться больше нашей собственностью. Все очень временно и бренно. Но имена абсолютно истинные, всегда вечные. Точно так же как абсолютная истина. Все имена Бога вечны и нет разницы между им и самим Богом. Нет разницы между именем Кришны и самим Кришны. Намачинтамани Кришна. Точно так же как Кришна исполняет все наши желания, точно так же Его имя, даже Шипуля Могучни, тоже исполняет все наши желания. Повторяя Его, человек исполняет все свои желания постепенно. Повторяйте это имя с любовью, привязанностью к нему, чтобы оно быстрее работало. Повторяйте это потом, чтобы оно ни было ни больше не вывольно. Да, хорошо? Повторяйте это потом, как говорится. Повторяйте это потом? Вот. Повторяйте, и на самом деле, вам кажется, что это true. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Святое Имя пятью способами дарует нам благо. У нас пять чувств, через которых мы познаем этот мир. И при соприкасаясь каждому из этих чувств Святое Имя дарует благо, очищает его. Да, тот который у них чувствит это как Симп died . Нет, так вы говорите, «Крийшн, Ры, Кришна, 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 Хри, Хри, Рам, Хри, Рама, 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 Хри, Хри». Скажите, что кто-то написал этот Господь, этот Господь, и этот Нем, это не отличается. Только через эти глаза, если вы посмотрите на этот Господь, Он также будет полезен для нас. Если мы слышим Харе Кришна Махамантру, мы получаем огромное благо. Харе Кришна Махамантра очищает нас. У нас есть слух. Если мы слышим Харе Кришна Махамантру, то чувство тоже очищается и приходит в порядок. Таким образом, когда мы слышим Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Рама. Когда мы слышим Харе Кришна Махамантру, это тоже будет полезен для нас. У нас есть язык, чувство вкус. Когда мы повторяем, поем Харе Кришна Махамантру, то очищается наш вкус. У нас есть кожа и чувство осязания. Может быть, в России это не популярно. В Индии очень популярно писать Харе Кришна Махамантру на теле. И тогда очищается осязание. А у нас есть нос и чувство запах, обоняние. А у нас есть нос и чувство запах, обоняние. Когда мы вдыхаем воздух в Киртане, у нас очищается наше воняние. Харе Кришна Махамантра не отлична от Кришны, это сюрприз косновения непосредственно Кришны. Так каждое наше чувство касается с Ним. И когда мы читаем этот святый название, теперь в этот мир у нас много нонсенцев. Вы можете сказать, что это четыре места. Это четыре места. Кали-кали, meaning в Стре-кали-кали, у нас есть sinful activity. В целом, когда мы читаем этот святый название, то это все будет пурпироваться. Если мы не читаем этот святый название, то будет не то, что будет действовать. В целом, в России и в России есть много войны. Они будут нарушены, которые будут нарушены. Если они были, ну, это сайт. Если они были, то они были останутся. Но если мы молимся этого слова, тогда Господь подумала, что, что я теперь живу сейчас, я не могу продержать. Если Господь открыт эту тему, то это для того, чтобы не только Семьего Гранича. Считаю, что это живое, это живое, которое мы будем продерживать. Когда Господь увидела, что ни было не продержать, то полностью продержать эту тему. Мы здесь сейчас поем Харе Кришна Маха мантру и тем самым очищаем все пространство. Чего же мы его очищаем? Мы его очищаем от грехов, и не только в этом здании. Мы очищаем от грехов всю Москву и всю Россию, говорит Махарач. Каким образом? Этот мир построен не для зверей. Этот мир построен здесь для понимания абсолютной истины. Для взаимоотношений с этой абсолютной истины. Этот мир построен для преданных, которые всю свою жизнь поклоняются верховному Господу. Мы тут тоже присутствуем. Но лишь только для того, чтобы учиться у них, этому и самим это стамин такими ставить. Иначе у этого мира другого предназначения нет. Как только в этом мире не будет вайшнавов, тех, кто поклоняется верховному Господу, то верховный Господь посчитает, что этот мир уже не нужен. Там нет никакого смысла. Этот мир будет в мгновение разрушен. Господь легко создает мир, но он легко его разрушает. Смысл жизни только в том, чтобы мы смогли познать эту абсолютную истину. Чтобы мы совершать могли кертон. Он говорит, сейчас посмотрите, какая накаленная ситуация между Россией и Америкой. И при этой ситуации то и другое ядерное оружие. И те, и другие на грани того, что грозят друг другу его использовать. Кто управляет всем этим? Верховный Господь управляет всем этим. Он посылает все наши мысли. Он посылает нам все вдохновения. Он дает разрешение на ту или иную деятельность. Только при санкции Господа эта война может начаться. Только когда он посчитает на это нужным. Когда он посчитает это нужным. Когда он увидит, что он ни в России, ни в Америке. Баджином никто не занимается. Господу никто не поклоняется. Какой смысл тогда? Я сейчас буду заниматься всем этим поддержанием жизни. И поэтому он уберет ненужное население. Для того, чтобы Россия существовала дальше. Для того, чтобы спасать даже Америку. Для этого нам нужно все вместе повторять Харикришну Махамантру. Но это не всякая политика. Это самая главная политика. Поэтому Кришна говорит Бхагавад-гита. Они очень慢. Кришна говорит Кантеха-прати-жани-наме-бхакти-прани-сати. Кришна говорит О Арджун, ты возьмешь бхаву. Мои дебаты никогда не уничтожены. Кришна говорит Бхаву. Поэтому Кришна говорит ой, что есть дебаты в России. Если... Если... Мы... Бхава, кто? Ни это не рожен. Я дебаты тоже уничтожены. То-кришна помощи не уничтожены. Кришна говорит о том, что дети не уничтожены. Но кто-то не сможет бхаву уничтожен. Чьи они не наказывали бхаву. Мой кликай, который не уничтожен. Но они не уничтожены. Кришне-кришне-кришне. Ахаха, кришна в Бхагавадгите обещает, через Зарджуну своего спутника, он говорит, пообещай всем, что мои преданные никогда не погибнут, не при любых обстоятельствах, если там, где его преданные, с ними ничего плохого не может случиться. И поэтому Кришна, он смотрит там на Россию сверху, кто занимается баджином. И если баджином не будут заниматься, он говорит, никогда создают оружие, оно всегда используется. Не думайте о том, что сейчас эта страна создает много ядерного оружия, и того много создается ядерного оружия, что оно не будет никогда использовано. Оно обязательно будет использовано, именно поэтому оно и создается. Но, как сдерживающий факт, все равно санкцию придется получить у Кришны. Когда здесь преданные, когда они совершают баджин, то тогда эта страна будет жить. И там, где преданные, это место абсолютно безопасное. Почему? Потому что всем управляет Кришна. Он на все дает санкцию. Рубль говорит, почему сейчас уменьшается, почему доллар сейчас увеличивается. За всем находится замысел Кришны. Он на все дает санкцию. Да. То есть, если вы создаете этот материал волшебный, это джива. Джива, как в ночном году, вы убили большую воды, вы убили много воды. Вы убили вас, вы убили много воды. Вы убили горы, вы убили в дом. Но в дальнейшем, вы убили большую свет, что вы убили? И если он оказался бы на него, то он мог бы не отдать обслуживание. Если он отдался Бедя, то что от этого он не отдал. Всего было дом, но и дать обсе Бедя, что не дают его вид. Значит, Бедя он сказал, что если вы отрели этого Немного благочения, то вы отрели всё от нас, Так что, не плачь своё имя, ты всегда говоришь о своём языке. Ты в депутат для тебя. Нужно плачь это и плачь эту святую имя. Во время процесса творения Господь поручил Земле, чтобы она создавала нам всё благоприятное здесь, давала всё необходимое, и урожай, и среду, и воду, и все остальные минералы. Тогда он у неё спросил, что тебе нужно? И тогда Мать-Земля ответила, я буду этим заниматься, и я буду помогать людям до той поры, пока они будут тебе поклоняться. Иначе я всё скрою в недрах своих. Вот здесь мы в здании, например, сидим, мы пользуемся электричеством. За это электричество мы все потом платим. Мы здесь пользуемся теплом. За эти дрова мы тоже, это всё включено в аренную плату. Мы здесь пользуемся, но мы помимо этого пользуемся ещё и воздухом. Кому мы за это платим? Мы ещё и пользуемся светом во время дня. Кому мы за это платим? Кому мы платим? Здоровьем, которое у нас в теле. За воду, которую мы используем. За всё нужно платить. По физической концепции человек даже при рождении уже получает все эти долги. Счета тоже предоставляются. Но все счета нужно оплачивать, чтобы была жизнь спокойная. Спокойная и благополучная. Так вот, Мать-Земля сказала, что когда люди будут поклоняться тебе, тогда я буду всех обеспечивать. Если это делать, то ты будешь forever. Так что это нужно, я буду этим來到 этой земле. Или, здесь материаловая, буду очень счастливым. Вот как народ у нас будет. Естественное, когда кто-то делает мастер, Это машина, они тоже делают мануал. Кто делает мануал, кто делает мануал. Как он делает мануал. Как он оперативно, мануал. Все, он объясняет. Так что, когда этот лодер, когда он создает мануал, он тоже делает мануал. Он говорит, что Бев, Упанишад, Бхагавад. Он говорит, что если вы хотите, вы можете оставитьup мануалу в его материалу, его правивной люди, если вы живете на мануалу, то вы можете сохранить очень счастливый. Но, без мануал, если не оперативно, может быть мануал. Так вот, если вы знаете, если вы хотите действоватьícia, Бхагавад, Упанишад, то вы сможете сохранить мануалу, то вы можете сохранить в его мануалу. Отлично, откуда. Итак, как же мы можем оплатить свои счета, из-за которых нам приносят очень много беспокойств? Поскольку мы не платим за воздух, за свет, за жизнь, веды говорят, что повторяя, служа Господу, а высшим служением является повторение Его имен, заключенных в имени Харе Крэшна Маха Мантра. Повторяя эту мантру, мы и покрываем свои долги. Повторяя эту мантру, мы платим за свет, за воздух, за свою жизнь, за свое здоровье. И когда у нас эти счета оплачиваются, тогда у нас наступает спокойная благополучная жизнь. А без этого нас будет всегда много беспокойств, пока мы не будем платить по своим счетам. веды являются подсказкой, или точнее руководством по пользованию, как правильно здесь жить благополучно. Когда создавался материальный мир, то при любой машине дается эксплуатация по пользованию, в которой описано, как его можно использовать. Вот этим правилом использования этого материального мира, этой большой машины являются веды. И веды нам объясняют о том, что именно служение Господу дарует благополучие вашей жизни. А иначе у нас всегда будут одни сплошные беспокойства от всех. Поэтому самое главное, это как раз именно повторение Харе Кришна Маха Мантры. Старайтесь очень хорошо повторять Харе Кришна Маха Мантры и воплотить свои долгие счетам. А еще очень хорошо помогает хлопать в ладоши при повторении этих святых имен. Там очень много научного обоснования за это. Какие там научные обоснования? Ну, сначала начнем с того, что мы знаем. Нам уже сейчас известно, что на нашей ладони находятся точки, имеющие связь с нашими органами. И если мы пойдем к человеку, специалисту окупунктуры, то он, нажимая на те или иные точки, будет поправлять наше здоровье. Тот орган будет лучше всего работать. То есть, когда мы хлопаем в ладоши, эффект Харе Кришна Маха Мантры усиливается. И окупунктура тоже усиливается. Это уже, когда ты повторяешь с Харе Кришна Маха Мантры, то у тебя будут в тонусе все органы работать. Все, что говорит Вайшнаф, нужно иметь в это веру. Лучше нужно хлопать в ладоши, когда мы повторяем, поем Харе Кришна Маха Мантры, если мы хотим иметь хорошее здоровье. Дальше. Мы еще теперь уже знаем, что на наших линиях, так же, как на нашем лбу, написана вся наша карма, то есть вся наша судьба. Там вроде как все предназначено. Если у нас обычно плохо, если у нас плохо, а это обычно, то мы часто ходим к астрологам и хироматам. И когда же, как вот это, что же мне сейчас ждет, где моя будущая любовь и сколько у меня детей-то все-таки будет. Так вот, все это записано здесь, но ни один хиромат не поменяет там количество этих черточек и ничего не поправит. Почему? Потому что главным хироматом является Кришна. Это именно Кришна для всех тут написал с определенной пути. Так вот, если вдруг мы начинаем служить Кришне, петь Харе Кришна Махамантру, то мы увидим, что наши черточки будут меняться со временем. Поэтому очень важно хлопать хорошо во время Харе Кришна Махамантры. Тогда плохие линии уберутся и появятся хорошие линии. В Кавельёгу все неудачливы. У всех будут неблагоприятные линии. Единственный способ это повторять Харе Кришна Махамантру. И еще туризм не только. Харе Кришна Махамантру. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы собрались сейчас здесь. Зачем мы здесь все собрались? Послушайте одну историю. Послушайте эту историю, она полезна как для вас и также расскажите об этом другим людям, она будет полезна и им. И так жил был один царь и был у него сын. И он очень был счастлив, что у него есть сын. Но так получилось, что царского отпрыска украли принца. Суни был. Суни был. Суни был. Но ребенок был очень маленький и когда плохие люди его украли, они стали ему лгать и говорить, ты наш сын, поверь в нас. Мы твои папа и мама. И они стали заниматься его воспитанием. А сын был такого возраста, что он пока еще не понимал разницу. Как он здесь очутился и он стал верить, да это мой папа и мама. Суни был. 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 Да это не начало ко всем. Потому что он не мог бы быть вместе с ним. Не знал мы широкими детьми на этой нашей страны. Есть ли это не сказала о том, что он их твердый и святый. Суни был. То есть он видитKayву и слуги, а как он не знает. И однажды один саду, анин святой посетил этого печального царя. Что с вами спрашивал Ола? Царь был очень расстроен. Он говорил, я потерял своего любимого сына и не знаю, что мне делать. А саду святой сказал, а я знаю, где твой сын. Но если вы туда пойдете, он вам не поверит. Ему с детства рассказывали о том, что он является сыном тех людей. Он с детства очень давно об этом слушал. Он вам просто не поверит. Now, this sādhu telling, first I can go to there. I can try explain to everything, you know, who is his proper father and mother. When you understand, you know, who is stealing his father-mother there, not father-mother. You are your original father-mother, then you can go to there. Okay, Baba, if you do this thing, I am so much staying in depth to you. Then the sādhu bow and calling very hidden place to him, telling, you know, who is your father-mother? Well, there is my father-mother. Well, no, I am your father-mother. You are not a generic person, son of a generic person. Your father-mother is the king and queen. But when the child, the whole time, they are stealing, anyhow, stealing to you. And they are telling, I am your father and mother. But your father-mother is not there. You are staying very, very ordinary situation, very like this poor person. You are staying very, like one poor person, but you know, poor person. You are the king of this world. Well, I am the king of this world. I am staying like one ordinary person, very like this poor person, proper I am not food, proper I am cloth, proper not in the house. And then the sādhu said to the sādhu, let's go to him instead of you, and then I will go to him with him, as a neutral person, as a neutral person, he will explain to the sādhu. And when the sādhu came to this young man, he said, you know who are your parents? Yes, of course, I know who are my parents. Young friend said, you said that you are no son of these простые people. You are is the son of his Царь, you are the son of the sexualENNEư. You are thepek of this world. You are the lord of this world. You lost in childhood and you gave an idea, that you are the son of these people, who did it. Но если ты вступишь в свои права, если ты вернешься к своему отцу, то в тебе в наследство перейдет весь мир. И тогда сын очень обрадовался. Да, я не сын этих простых людей, я сын царя. Да, сейчас садху говорит, что вы хотите идти к твоему роду и маме? Да, я хочу идти к твоему роду и маме. Окей, сейчас я идти к твоему роду и маме и говорили, что они приехали и приехали из него. Потом вы идти к садху и сказал, что садху пришел. И вот этот кунг сказал, что я делал все, что готово. Теперь вы можете садху с твоим солдатом и привезти к твоему роду. Потом кунг стал очень счастливым и садху с этим местом. Садху с его солдатом и он встретил его роду. И теперь он привезти к его роду. Эти люди, среди которых жил мальчик, были разбойниками. И они бы просто так не отдали бы этого юношу. Если бы туда царь прибыл со своей армией, они бы просто переехали в другое место и укрылись бы от него. И тут как раз выступает саду. Кстати, царь говорил саду о том, что если вы сможете помочь в моей ситуации, я вам буду больше всего благодарен, поскольку вы вернете мне моего любимого сына. И тогда саду, это происходила тайная беседа, он говорит, ты хочешь вернуться к своим настоящим родителям? У тебя отец это царь, а мать царица. Да, конечно, я хочу. Тогда я все улажу, говорит саду, и он возвращается к царю. И тогда уже говорит о том, где находится его сын, и царь выступает туда со своей армией, забирает своего сына. И когда ребенок вернулся к своим настоящим родителям, то и царь был очень счастлив, и ребенок был очень счастлив, у них началась их счастливая семейная жизнь. Веды, когда рассказывают нам эту историю, говорят, что это жизнь про каждого из вас. Постарайтесь вникнуть в смысл этой истории. Веды, они говорят, что они говорят, амбрита сапутра. Он говорит, что Ивара – это сын от амбрита. Амбрита – это nectar. Таким образом, Кришна также говорит о том, что Бхагавад-гита. Мамайбханса-жива-локе-жива-бхута-санатэ. Он говорит, что Аржун, что жива – это на моем части и личном. Таким образом, что Я – это санатан, сад-чит-ананда. Это жива – это сад-чит-ананда. Жива – это сад-чит-ананда. Итак, Веды говорят, что они обращаются к каждому человеку, способному понять. И говорят, что ты – амбрита-путра. Ты не сын своих родителей. Ты – путра, сын амбриты – нектара, сладчайшего божественного нектара. Сейчас ты оказался здесь, но это твои ненастоящие родители. Бхагавад-гити, Кришна, например, говорит, Мама и Вамши-джива-локе-жива-бхута-санатанам. Кришна говорит, каждая живая душа – это моя частичка, это мой сын или моя дочь. Да. Но, в любом случае, сейчас, кто-то сказал нам. Вы знаете, это наш родственник и мать. Я ищу его родители. И ты – и мой сын. И ты – иди ты устаревая заболевания. Вы знаете, очень плохие. Все люди сравнитое живые. но тебя выкрали тебя выкрали из твоей семьи и сейчас ты живешь и ты живешь здесь в материальном мире и люди тебе говорят я твоя дочь или я твоя мать я твой отец разные люди пытаются нам объяснить о том что и не будут объяснять о том что ты это сын бога о том что ты это дочь бога все люди вокруг они будут нас учить ты моя дочь ты моя жена ты мой мой муж как поступали те разбойники с тем царским отпрыском и так как живем мы ты должен тоже так жить те как и в этом мире он дала тут много материальных проблем да здесь все мучаются все так живут ты поскольку ты наш ты тоже должен также и страдать этот яхника от хибаутика ты должен тоже как мы болеть тоже тоже как мы страдать умирать рождаться ты должен тоже страдать от других тут все тут страдают ты наш ты такой же как мы это объясняет что это не правда не для мы это не наша настоящая семья и нам нужно просто вернуться в свою настоящую семью с помощью но не могу с помощью с помощью в sobreposанцев вот с помощью все и Продолжение следует... 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 Они хотят, что зачем он будет служить ему, пусть он служит мне, думают они. Поэтому они говорят, ты мой муж, ты моя жена, и поэтому ты служи мне, ты моя мать, ты моя дочь. В ведах это называется дася или дася воры. Вот так поступает вор. Когда он видит что-то у человека ценное, то он начинает его тем или иным образом себе забирать. Этим воспользоваться. Вот точно так же в этом мире нас все обманывают. Только лишь для того, чтобы забрать наш ум, забрать наше сердце. Но наше сердце, наш ум и вся наша жизнь, она именно для служения нашего настоящего отца, Кришны. Да. So Krishna telling Srimad Bhagavad, Krishna telling Acharya Manga Vijanyad, O Arjun, when I am doing some mercy to some Jeeva, that time I take the form of Sadhu and take up Sadhu and came to this Jeeva and when some Sadhu he came to you, then what you can understand? You can understand myself, take the form of Sadhu came to you and tell your actual what is your identification, what is your real identification. So then understand, you know, Brahman, Brahmit, Kona, Bhagavan, Jeeva, Guru, Krishna, Prasad, Pai, Bhakrila, Jeeva. Who is the personal person? Well, very, 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 very personal person. Then some Sadhu came to an Eva, then understand, Lord himself came to me and tell our own idea of Jesus. So why did we come to this? To understand that we are the sons of Krishna, the daughters of Krishna, to get into the rights of the crimes of the human beings. От кого мы слышим, не от него, а непосредственно от нашего отца. А к нам приходит Саду, его представитель. В Шамадбхагатам говорит, сачаримам виджалият намаканьехатакархичит. Кришна говорит, я сам, когда выбираю время, прихожу к каждой конкретной душе в образе Саду. Это сигнал чего? Ведах объясняется. Это сигнал того, что скоро твое пребывание здесь закончится. Господь принимает образ Саду. Когда мы говорим Саду, подразумевается настоящий Саду. Господь принимает образ Саду, приходит к нам и открывает для нас эту истину. Он говорит, ты не сын этого мира. Ты сын другого мира. Ты сын Кришны. Саду. Кто такой Саду? Саду – это непосредственный образ Господа. Его самый милостивый образ. Саду и питается для нас. Then what's happening? Then tell this sadhu to this jiva. Then this jiva telling, Oh, Riyal, I want to go to my father. Then go to my father. And father also, so much buried to us. This jaiva dharma, you know, this jaiva dharma, Krishna is telling, when some jiva, he hurried to me and kept this material world, you know, I am also so much buried. I am always following this jiva. Oh, one time you can look to me. You are my son. Why you left me? Why suffering? Why this material world can serve? If son is happy, father and mother are happy. Then the son is happy, unhappy. Father and mother also unhappy. So you are always suffering this material world. Our father and son are unhappy. Always Krishna telling, One time you try, just look to me. But you did not look me. Always look at this maya. You know, always looking at this maya. If only one time you look at me, then I catch your hand and bring to me. And when the father comes to him, he tells us, He tells us that you are not the son of material people, you are the son of the Lord. You are the son of the Lord. You need to just come to him. И мы слышим об этом. И мы слышим об этом. В этот момент, в этот момент, Саду нам говорит, и наш отец, он тоже всегда волнуется, он тоже страдает, видя, как мы в этом мире страдаем. Он говорит, в этом мире можно видеть, что если сын несчастлив, то его родители не могут быть счастливыми. Они переживают за своего отца. Если сын становится счастливым, как при этом испытывают счастье родители? Вот Кришна, Он сам, и в Нем родительские качества в высшей степени. Он тоже не может смотреть на наше мытарство здесь, на наше страдание здесь. Он говорит, почему, ну сколько можно находиться там, ну сколько можно жить этой эфемерной жизнью, гоняться за эфемерными идеями, которые Он никогда не получит. Кришна мучается и страдает, смотрит на это. Он неравнодушен к нашим проблемам. Именно поэтому Он старается ко всем достучаться, перед каждым появиться. И в Джайва Дарми, Махарач говорит, вы знаете Джайва Дарми? В Джайва Дарми там описано о том, как Господь, Он посылает к ним, и милость Господа приходит в форме саду и рассказывает нам об этом. Да, да. Когда мы уважаем, когда мы говорим Богу, climатическими правлениями, Мы говорим вам о своем виду, что сейчас мы пытаемся polarить. Когда мы говорим Богу, то нет, что происходит к Богу. Когда мы говорим Богу, то есть Бог, оно есть Son, И когда мы говорим о жизни, и когда Бог мог откроет. Когда? Когда Он откроет, и тут Майя, и тут это планет. Когда этот Садхисан, он понимает, И он исправит в duy SIM, Теперь он говорит, о, хорошо, я должен идти к моему отцу. Если я идти к моему отцу, то он может идти к Бхазе, к Бхакти, он ченит эту святую имя, и святую имя Лару Хат, он поднялся к нашему сердцу и поднялся к этому планету. Там есть Кришна Гриста, Тат-Прасадат-Парам-Санти, Станам-Правса-Сисасвакам, Кришна-Ларюна. Когда Джимс пришел к мне, то он получил эту eternенную счастье. Итак, Саду приходит, говорит, ты хочешь вернуться к своим настоящим родителям? Ты хочешь тоже стать царем, в облаке Сыпрого? Да, конечно, соглашаешься мы. Я не хочу просто так страдать среди этих людей-разбойников, страдать их жизнью. Тогда чему учить Саду? Он говорит, тебе, знаешь, тебе надо теперь заниматься бхаджаном. Тебе нужно повторять имена своего отца. Тебе нужно повторять Харе Кришна Махамантру. Тебе нужно посетить Вриндаван. И вот так постепенно ты встанешь, войдешь в свои права. И тогда Кришна говорит, и когда ты вступишь в свои права, тогда для тебя откроется новый мир. Новый мир в Айкунхе. Новый мир, где начнется наша настоящая жизнь. Где не будет страданий, смерти, рождений и множество других проблем. Саду говорит, держись мне, держи мою руку, я тебя вызваю из этого логовища. Нужно просто следовать моим наставлениям. Мы вроде как с удовольствием бы захотели стать царями, но не всегда хватаемся за эту руку. Почему? Вот мы думаем, ну я тут еще на несколько дней останусь. Тут в принципе тоже есть некоторые замечательные моменты, есть некоторые замечательные вещи в этом мире. И мы просто не берем за руку, чтобы уйти в саду из этого мира. Если вы хотите идти туда, то что же является ключом, чтобы выйти из этого мира? Постоянное повторение Харе Кришна Махаманды. Хорошо? Продолжение следует... Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare 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 Hare, Hare 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ваишнавы приходят, чтобы рассказать нам. Если мы будем следовать им, то, несомненно, у нас все будет получаться. А в этом мире, как уже сегодня говорилось, есть, ну, более-менее, ну, как бы много страданий, но в основном есть три категории. Атхиатминка, Атхибаутика и Атхиатминка. Да, именно так. Первое — это от ума. Ну, мы можем посмотреть, насколько наш ум приносит нам, ну, вред. Например, кто-то летит на самолете, да? И вот он вылетел, все хорошо. Но, например, у близких людей, человека, который летит, сколько в уме может возникать беспокойств? А долетел ли он? А жив ли он? Может быть, там он умер? Может быть, что-то случилось? Таким образом, ум, он постоянно, он не дает нормально сосредотачиваться, он не дает, в принципе, вообще жить. Потому что все проблемы от ума очень много. Второе — от других живых существ. Например, сосед. Как бы все было хорошо, да? Появился сосед, встали какие-то проблемы. Там воруют газеты, ну, к примеру. Свинец за ног убегает, элементарно. Или, например, просто комары или жабы, лягушки. Некоторые видят, и у них такая истерика. К примеру, у меня. Ну, вот таким образом. И третье — от полубогов. Например, землетрясение, наводнение и так далее. Сколько много погибели, сколько много людей умирает. И причем мы никак не можем это предотвратить, мы ничего не можем сделать. То есть это все равно происходит. И также есть еще четыре дополнительные, ну, страдания. Первое — это рождение. Это, как бы, ну, не очень приятный процесс. И в ведах рассказывается, что живое существо, оно, ну, вот таким образом. Ну, то есть, ну, так вот висит головой вниз, в мешке. Там все горит. Ее, причем кожа очень такая тонкая, очень нежная. И там находятся всякие микробы, которые тебя пожирают. По чуть-чуть, немного. То есть, как бы, очень больно. И потом даже ты не хочешь появляться на этот свет. Ну, как бы, ну, конечно, хочешь, потому что неприятно. Но все равно ты не хочешь. И жизненная сила, она заставляет тебя выйти. То есть все равно. Таким образом никуда не денешься. Далее — это старость. Ну, тоже не очень приятный процесс. Тебя, ну, ненужная вещь, там, с тобой не разговаривают. Выглядит, что уже не очень хорошо, некрасиво. Тебя не любят, тебя не слушают. Ну, и так далее. Также болезни. К сожалению, болезни есть у всех, даже у молодых. Ну, например, рак и так далее. Одна простуда чего делает. Ужасно. И также смерть. В ведах смерть сравнивается с укусом 42 тысяч скорпионов. То есть укус одного скорпиона, в принципе, невозможно вынести. Но 42 тысячи, ну, как-то совсем уже сложно. И таким образом, что происходит? Душа, она не может более находиться в этом теле, поэтому она его покидает. И таким образом, все мы подвержены вот этим страданиям, в этом материальном мире. И что тут искать? Ну, тут, на самом деле, нечего искать. Ничего нам здесь не может принести счастье. Если и может, то это кратковременно, и позже из-за этого будет еще более-более страдание. И поэтому, с аватом сам пародармой, а то, как тиратхокшаджи, нужно служить Багавану, нужно служить Адхокшаджи, который может нам дать вот эту любовь, который может нам дать эти отношения, благодаря которым мы можем стать счастливыми. Благодаря которым мы можем сами быть удовлетворенными и удовлетворить сверху душу Багавана. Н asked of a question. Savior, способен? На следующее видео вы theological услышали. О Kot вaki, что сделаете их удовлетворение. Нужно учитывать лечения Хариката, старайтесь учить всё, что мы слушаем, что мы ходим своим rhyme. Веды говорят, что это самый высший акт милосердия. В этом мире высоко ценятся те, кто открывают школы, помогают бедным. Они в обществе занимают самое высшее положение, строят церкви и так далее. Но что же является самым высшим актом милосердия, благодаря которому можно получить самое высокое положение? Это именно давать людям харикатку. И вот это и есть самая настоящая милость. И вот это и есть давать самые высшие платы. Послушайте историю, которая объясняет, почему именно харикатка является самым высшим актом милосердия. Старайтесь ее запомнить. Хорошо? Махарадж уже рассказывал ту историю, попросил меня ее пересказать, чтобы сократить время. Это очень наглядная история, показывающая, что именно харикатка – это самый высший акт милосердия. И так был один отец, который вместе с сыном пошел на ярмарку. Там было очень весело, очень замечательно. И сыну все нравилось, и отцу все нравилось. Но поскольку было много людей, они потерялись. Сын уже больше не видя своего отца, он начал плакать, испуганный. Какие-то непонятные лица, какие-то чужие тети и дяди. Эти чужие тети и дяди подходили к платишему ребенку и пытались его успокоить. Они давали ему конфетки, они паковали для него сахарную вату. Они там, ой, смотри, смотри, вот это солнышко, смотри, смотри, собачка побежала. Так или иначе, они пытались ребенка отвлечь. Но ребенок, он вроде как смотрел на эту собачку или ел эту конфетку. Все равно потом, как вспоминая о том, что он один, он начинал опять плакать. Где мой папа? Нужно было только ребенку. И через некоторое время один человек увидел мечащегося в толпе взрослого папу. И он узнал, что тот ищет своего сына. А когда он отошел вдаль, он увидел этого потерянного сына, который ищет своего папу. И этот человек привел папу к этому сыну. И только когда этот сын вдруг обнял своего папу, вот только тогда сын успокоился, снова почувствовал, что он счастливый. Самый счастливый человек на свете. О чем учит эта история? Эта история учит тому, что именно ни конфетки, ни собачки вокруг не были настоящим причиной того, что ребенок почувствовал себя счастливым. Ни конфетки, ни сахарная пудра не успокоил его. Он все равно потом, через некоторое время, он возвращался к мысли о том, что он потерял своего плака, папа опять плакал, плакал. Это мир тоже большая карусель. Здесь тоже продается много вкусных шоколадных конфет. Здесь тоже много клубов, стадионов. Самые разные отношения, сериалы и все остальное. На какое-то время можно нас отвлечь от мысли о том, что мы одиноки, но потом все равно мы будем испытывать эту горесть, эту печаль, это неудовлетворение. И мы будем плакать о том, какой я несчастный в этом мире. Кто же был на самом деле самыми добрыми людьми? Кто же принес больше всего благу этому человеку? Не те, которые конфетки давали с сахарной пудрой, а тот, который прямо отвел к папе. Поэтому Харикадха является самым высшим актом доброты или милосердия. Рассказывая Харикадху человеку, мы возвращаем сына к отцу, отчего впоследствии он становится на самом деле счастливым человеком. А если мы будем человеку помогать просто лишь одеждой, просто лишь тем или иным, как это обычно в обществе у нас принято, то это все временно, и оно улетучится, и человек так и останется в этом мире полном страданий. А last I told... The highest act of mercy is to give Харикадха. Otherwise, the person will get material benefit, Но он будет всегда в этом материале, в мире, full of suffering. Да. Когда он улыбнулся, кто-то пытался, кто-то был счастлив, кто-то был счастлив, кто-то был счастлив, но он улыбнулся, он улыбнулся. Он улыбнулся. Он улыбнулся, кто-то сказал, что мы не сможем найти, а мы не могли жить за него. Он заценивался за него. А когда этот брат, он заценивался за него, иначе от него заценивался с interviews, и, урон, куда-то его убежали. Тогда он заценивался. Он заценивался за него, которого он был счастлив. Он заценивался, Именно irgendj 사람들이 сказали что о гидрол Colin-C advertised условия для которой movedDIUS из материала, находит на keer-за-затима of error. Если этого, кто-то быстро побеждает свою личность, а без Debbie. Кто-то мы сделает счастье, а надеюсь от rah fat. Кто-то говорит, это счастье, Staat-unks есть. Ар scored more оренен, но немного неправильно с Сахаром. Не может быть tiếгichi, он такой конец, Вы знаете, какой mauvais solution, Сierte самостоятельность. 張яна Ква播 hanaskата Вот это Dios принято! И Team Деньги и Деньги Особождения Этот快ской Слой Он принято неá Familien Мне это, кто создает Любит egg tonight Мальчик плакал. Мальчик плакал, плакал, не унимался, ему говорят и игрушки, и конфетки, и все равно он при этом плакал. В этом мире так много игрушек и конфеток, но мы все равно продолжим плакать в этом мире. Больше не игрушки и не конфетки могут спасти нас. Нас могут спасти только лишь человек, Саду, который приходит, говорит тебе, что твой отец это Кришна, отводит тебя к этому отцу. Прямо за руку тогда. Вот он является для нас настоящим спасителем. Все люди очень добрые. Они тоже нам помогают по-своему, по-разному. Но кто же проявляет нам высшую доброту? Тот, который рассказывает нам Харикадхо, нашим отцам. Харикадхо, кто говорит. Кто-то о свете Республики, кто говорит о многих родах? Да, он говорит, что она может встречаться с нами, нашим родам. Поэтому старайтесь больше людям рассказывать об этом, старайтесь, чтобы они тоже смогли обрести свое взаимоотношение с Кришной. Этоствет Swami, что говорит에서 В colях с Кристос. Он сказал one day such a day, свод т yearше того. Днажды он исходил всю жизнь на Муха и슷н вечерич 있던 OF, и оставили Viel弟 tymIEм Дважды. И учились очень хороши, и находитесь вместе с какой-то санитом Хрири-кришна Хрисяна Хра através, Кришна Христос В ningún пеш aquest старый день. Кришна говорит в Бхагавад-гита, что я очень рад, что Кришна говорит, что он проживает моего гатха, и этот джива он приводит к мне, я алдживиду моего сына. Итак, Чайтана Махапрабу сам это захотел, он изъявил это желание к своим преданным, о том, чтобы все они рассказывали другим хариканку, чтобы другие люди тоже смогли заниматься бхаджаном. Да, Бхагавад-гита сам говорит, что мне дорог большего тот, который другим помогает. Кришна said in Бхагавад-гита, что я love somebody the most, who is hurting others, giving харикатан. Харикатан. Харикатана. Может, какие-то новые депутаты приехали, какие-то новые люди приехали, они могут рассказать, что если кто-то был в первую очередь, они могут сделать какие-то вопросы. Он говорит, он хочет уделить внимание совершенно новеньким людям, которые пришли. Говорит, если вам сейчас здесь что-то непонятно, задавайте сейчас вопросы, я вам это объясню. Шизню, Махараджоса. Говорит, можете не стесняться, в России, конечно, все стесняются, можете не стесняться задавать вопросы. Самые новенькие. А вот в истории про этот принца, у которого разбойник в Украине, он вернул, или солдата не вернули этого принца обратно к себе? У него же ведь осталось воспитание и привычки разбойников. Как он смог стать царем? Ну, воспитание... Ну, он уже воспитывался у разбойников, и воспитание привычки... Как он теперь станет, займет престол, да? Махараджи, в этой первой истории, в этой истории, когда сын был уничтожен, по-другому, 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 и потом, он был обратен. Он был обратен. Он был обратен. Он был обратен. Но этот сын уже имеет так много самскарас, из плохой жизни. Как он теперь станет полностью принцем? Он был обратен, потому что он был обратен. Может быть, эти самскарасы будут проблемы для него. Как currently, ?? Но он сел в холодной Birdе с такой organise. Стритана Махапурриделли. Продолжение следует... Да, действительно, эти впечатления, это воспитание мешает вначале. Но Читания Махапрабху дал нам хорошее лекарство – Харе Кришна Махамантру. И вот эта Харе Кришна Махамантра, она очистит принца от прошлых воспоминаний. Я бы просил объяснить преимущества, которые дают восемь видов благ, которые дают повторение Харе Кришна Махамантры. Чита Дарпана Марджанам. Здесь говорится о том, что человек, начиная повторять святое имя Харе Кришна, происходит чита Дарпана. Зеркало нашего сердца начинает очищаться постепенно. Марджанам. Да, мы очень много уже успели получить скверны в этом мире. Да, мы очень-очень грязные. Мысли у нас грязные. Помыслы грязные. Стремления у нас грязные. Привычки у нас грязные. По-другому уже не умеем. Очень-очень грязное у нас сердце. Но Харе Кришна Махамантра может это почистить. Чита Дарпана Марджанам. Баба Маха. Да Вагна Нирва Панам. И потом, когда это сердце будет очищаться, помимо этого, вдруг в этом сердце будет появляться нечто новое. Чистое, красивое, трансцендентное. Бхавы начнут какие-то появляться. Эмоции. Какие эмоции? Любви. И тогда будет появляться, и в чистом сердце уже появляется любовь, проблески любви. Сначала проблески, потом эта любовь усиливается. Это все дарит Харе Кришна Махамантра. Баба Махи дават на Нирва Шрея Кайра Ва Чандре Кави Дя Вахам. И тогда говорится, что и тогда человек вступает по пути Шрея. Тогда удача входит в это сердце. Как только в сердце появилась любовь к Господу, тогда навстречу этой любви начинает проявляться Господь в сердце. Каким образом он проявляется? Это сравнивается с распускающимся лотосом. Прекрасным лотосом удачи. Распускается понимание, знание, которое приходит откровение, видение. Видя ватху джива, нам приходит настоящее знание, настоящее видение о том, что ты действительно не в этой семье разбойников. Ты не из этого мира. Все это мирно. Это действительно иллюзия, как мне говорили раньше. И отношения-то действительно иллюзорные, как приходит потом понимание. И действительно все, что я слышал до этого, когда я повторял, как Кришна Махамантру не понимал, оно действительно так и есть. Приходит тогда понимание. И вот тогда, когда человек видит о том, что он вечная, прекрасная душа, от того, что у него вечно нерушимые взаимоотношения с Господом, он видит во всем уже улыбающееся лицо Кришны. Он уже не смотрит на эти эфемерные предметы, которые постоянно меняются. Вот тогда наступает Ананда. Вот тогда он уже больше не боится смерти. Вот тогда он уже больше не боится ничего потерять в этом мире. И тогда он, он больше еще читает Кришна Махамантру. И тогда на каждый его шаг, каждый его шаг даруются новые и новые виды блаженства. Какие? Он все глубже и глубже проникается Господу. Он все больше и больше раскрывает свои взаимоотношения. И он уже развивает свои взаимоотношения с Кришной. Открывается та любовь, о которой он даже не мечтал. Даже то, которую он не читал в книгах. Он вообще такого себе представить не может. И поэтому это сравнивается против... На каждом шагу ты испытываешь все новые и новые эмоции. Все новые и новые виды счастья. Ананда. И тогда в конце, последняя, что дарует Кришна Махамантру, ты в эту Ананду погружаешься уже навсегда. Ты утопаешь в ней вечно. Ты уже больше никогда не выберешься из этой прекрасной Ананды. Ты уходишь туда навсегда. И в конце, последняя фраза, Вижайтэйши Кришна Санкирт, нам переводится, да светится имя Твое. Есть еще вопросы? Уважаемый Махамантру, подскажите, пожалуйста, а почему именно Махамантру нужно повторять? И какие правила, что... Ну, как следует повторять ее? И почему следует повторять ее вслух, желательно? И можно ли повторять про себя, допустим, если бы зашел в метро? Не будешь же ты при всех? В метро отошел, не будешь же ты при всех? Так следует повторять, как он повторяет. И, может быть, какие-то этапы повторить. То есть, новичок будет повторять так, а что будет приходить в дальнейшем? В чем процесс заключается повторяем? Ну, в общем, чем шире это, тем лучше. Он спрашивает, почему именно Харикришна Махамантра нужно чать? Почему не другие Мантры? Тогда он спрашивает, как Харикришна Махамантра помогает в различных стадиях? То есть, как правильно чать Харикришна Махамантра, то есть, чтобы получить все эти бенефит, что делать? И, почему это очень важно, очень громко, мы должны быть громко чать Харикришна Махамантра. Иногда он ходит на метро, и так много людей рядом, поэтому я тоже хочу чать громко, Харикришна Махамантра. А как раз в тех, какие ошибки, какой-то причастливы, «Оцик, как Вы делаете Харикришна Махамамантра?» Дело в том, что много вопросов есть! Как много вопросов есть? Открывая вопрос. Харикришна Махаматра может чать Харикришна Махамантра. То есть, что сейчас бывает, а Гуришна Махамантра Махамантра? Это Беда. Матра, которые приходят из Аллах. В Беде уже говорили, что эти четыре юга есть четыре маха-мантра. Саттва-юга есть разные маха-мантры. Они говорят, что Нараяна пара-беда, Нараяна пара-митса, Нараяна пара-гати, Нараяна пара-митса. Саттва-юга. Тритя-юга есть Рам, Нишника, Бамана, Hare, Байкунда, Бамана. Они есть один мантры. Двапара-юга есть Рам, Мурари, Мадху-кайта-вари, Бапала, Бобинда, Мукандасаври, Ягья-са-нараяна, Кришна-виснов, Нирас райамам. Это Двапара-юга. И Кали-юга есть Рам, Hare, Кришна, Hare, Кришна, 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 Hare, 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 Рам, 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 Ра-рай. В Беде уже говорили, что это дело. Это юга, это юга, это юга, это мантра. Итак, на первый вопрос он говорит, почему мы повторяем Харе Кришна маха мантру именно? Вообще маха мантра в каждую эпоху своя. Махара сейчас процитировал маха мантру, которая была в сайте-югу. Потом он просидел маха мантру, мантра спасения, которая была в третьей юге, в два пара-югу. По Кали-юги в Беде предписывают именно Харе и Кришна, Hare, Кришна, 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 Hare, Hare, Ра Рам, Рама, Ра-рама, 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 Ра-ре-рам. Это уже была штука. И есть так много, много скриптов. Падма Пранас, Кандапуранас, Мерседжа Пранас. Они говорят, как это название. Прямо как можно сказать, почему можно по-настоящему это название Ловленд? Почему не по-настоящему это название? Вы можете по-настоящему шанс. Как это Харидас, Агура. Влюбийка Доситу Открыли Смаст Terre ежду Дров she Дров � resort Продолжение следует... и chanting loudly tree, creeper, birds, they can chant, chanting this holy neighbor when listening, they are also going to benefit and attend more than one hundred times benefit with that. Итак, в Скандапуране, в Падмапуране и во многих-многих других Пуранах описан процесс повторения Харе Кришна Махамантры. В частности, говорится о трех видах повторения Харе Кришна Махамантры. Это повторение Харе Кришна Махамантры громко, повторение Харе Кришна Махамантры тихо, чтобы только ты слышал, и повторение Харе Кришна Махамантры в уме. Все три полезны, но повторение Харе Кришна Махамантры громко прославляется больше. Чтобы понять это на этом примере, однажды к Шилхаридасу Такуру, который как раз один лак повторял громко, потом второй лак он повторял уже тихо, и третий лак повторял уже в уме. Однажды к нему подошел мусульманин, который, увидев, что тот громко повторяет Харикришну Махамантру, стал ему говорить, зачем ты так громко говоришь? Прославиться хочешь, что ты совершаешь свой баджет, выделиться из толпы, хочешь показать, какой ты великий и преданный? И тогда Харидас Такуру ответил, говорит, ну посудитесь сами. Есть вот человек, семейный человек, он работает для того, чтобы прокормить свою семью. Он является кормильцем, у него большая семья. А есть человек, который живет просто сам для себя, работает только для своих собственных удовольствий, кто из них лучше? Конечно же, говорит Мусульманин, семейный человек, он же другим помогает. Вот и с Харикришной Махамантры точно так же. Если я повторяю тихо или повторяю про себя, я один получаю от них благо. А если я повторяю громко, то несмотря на то, что вокруг животные, птицы, растения, они не могут это повторять, люди, то я буду повторять Харикришна Махамантры, они будут очищаться, им это будет приходить благо. Да, я говорю, что вы тоже이라도 читаете, что вы не можете вызвать этих услуги, поэтому не скажете, что вы не хотите только те шансы, я не пытаюсь от этого. То есть, не скажете, что вы через него, когда часто читаете этот услуги, то онfach получает Lesley Симфа и вы получаете Симфа. Ну, и после того, что говорит махамантры, судвана, И другой вопрос, как же быстрее, лучше повторять и почему иногда получается медленно идешь по этому пути, почему не получается, не приходят быстро этих результатов, которые описываются в Четтадар Панамаржинам. Потому что там есть одна сдерживающая сила. Это наше оскорбление, которое мы делаем другим, и наше оскорбление, которое мы делаем в Айшнаму. И из-за этого Харя Кришна Махамантра не хочет дарить свои блага. Нас сдерживает наше оскорбление. Но именно поэтому мы вначале повторяем, вроде повторяем имя Кришны, но это нама аппарат, как называется. Потом повторяем имя Кришны, но уже когда мы не делаем эти оскорбления, то это уже будет являться намабхасом. А потом в результате придет само святое имя, и это уже будет являться Шудданам или чистым святым именем. Сейчас уже можно закончить и к Киртану приступить. Меня попросили дать еще отдельную лекцию для совершенно новых людей, если хотите. У нас как это на утренних программах, на вечерних это сделать. Можно один первый час нашей программы, первые полчаса, можно посвятить абсолютно лекции для новых людей. Приходите завтра, приводите своих знакомых, и я им буду с научной точки зрения рассказывать различные вещи, после которых люди тоже захотят повторять Харикришну Махамантру и совершать банино. Если хотите, можно выбрать другое время, можно будет обсудить это вечером. Но, по-моему, подходит, потому что основной только вечер и субботник. Какой день? Утром. Больше, чтобы делать этот класс для новых людей на вечеринке. Субботник, субботник. В этот час лучше. А что говорит, завтра, послезавтра не нужно? Нет, не значит, что прийти на час раньше, а просто начнется с того, что сегодня Махарач приехал к 7 часам, да? А я бы, ну, у нас программа 6. А я думала, что здесь есть. Нет, 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 нет. А? А вы сейчас искали, что вы взяли. А вы будете как-то по-моему, все-таки, что каждый день, по полчаса, и все-таки завтрак. Да, да, да. Мне кажется, тоже самое лучшее. Да, Махарач, вы вырастет из новых людей, и затем вы придете, а потом вы даете кладки. Говорит, конечно же, трудность возникает, когда сидят люди и те, которые понимают, и тем, которым нужно еще промежуточные вещи объяснять. Теперь мы встанем и будем совершать арати. Это была самая увеселительная часть нашей встречи, полезная. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok